...сложнее. Ну, во-первых, потому что это гораздо более длительная и трагическая история. Одно дело было в 30-е годы. В 40-е, в 50-е, в 60-е. Во-первых, это все было очень по-разному. Во-вторых, на самом деле, у многих никакого выбора не было. Это была или гибель, или... А некоторых из тех, кто и участвовал, скажем, в концертах у Сталина, и это не уберегал. Качалов умудрился, по недоразумению, желая помочь посадить своего приятеля... Эрмана Николая прочти о Сталина басни. Думаю, что таким образом сделает Эрмана более приемлемым. Это очень сложная история. Среди них... Ну, я не хочу сейчас... Не имею права этого, скажу. Но дочь одного из самых знаменитых русских актеров... Ну, так сказать, вот с первой десятки, года-два назад, выпуская воспоминания своего отца... Подготовил его к печати, его воспоминания, и советовалось со мной... Оставлять ли там рассказ о том, что главный режиссер театра, в котором там был создатель... На самом деле, писал доносы на своих актеров. Добрый режиссер – тоже народный артист, и тоже очень знаменитый русский актер. Ну, я сказал, что нужно вставлять на нас. Этого не сделал. Поэтому я не могу назвать имя. Но, тем не менее, это... Это реальная среда, так же, как я вам говорил, о том, что мать у меня... Почти радовалась, что отец ее умер в 36-м году. Так же, скажем... Дочь Бабочкина мне рассказывала, как каждую ночь ходили по подъезду их... Петербургского дома, где жили народные артисты, и каждый день кого-то арестовали. И они слушали шаги, и высчитывали, около какой двери эти шаги останавливаются. Около их, или около соседской, или на соседнем этаже. Это совсем другие ситуации, которых в Польше в общем не было. Когда в Испании у меня однажды переводчицей была внучка Долореса Бороди. Замечательной красоты молодая женщина. Но в Испании вот общая такая... Тогда была расхожая тема, что вот... Вы-то нас понимаете, вы пережили то же самое, что мы. Ну, конечно, испанцы все-таки были совсем в других условиях. Да, в общем, в Восточной Европе, к счастью, все-таки того, что было в России, нет. А актеры были как раз теми самыми людьми, которые с утра до вечера на виду. Одна из конференций по КГБ, не помню сейчас какая... Была как раз посвящена вопросу иллюстрации. Именно у нас... И для нас старого иллюстрации подготовила правительство корма. Иллюстрации выступили там. И уже только потом это пошло вдоль. Но... В России это... Ситуация, в которой... В которой я не вижу решения. И я не был... Ну, как всегда, вел конференцию. Но я не могу сказать, что я... Что с травой того выступала по... Потому что я вполне был с ней солидарен. И дело не только в том... Ну, скажем, выступал я как башта. Не помню, как башта. Тогда был чешский министр внутренних дел. Который сказал, что закон иллюстрации в Чехословакии привел к разделению Чехословакии на Чехии и Словакии. И к тому, что в Чехии сформировалась организованная преступность из сотрудников КГБ, которые начали заниматься нелегальной торговлей наркотиками, женщинами. Знаете, вот когда... Я помню здесь... Ну, меня же... В девяносто первом году пытались сделать председателем комитета... по контролю за КГБ. Ну, вот... Там была очень смешная история. Значит, 21 августа... Нина... Или вот с того... Наши бросилась в общенприятельница, корреспондент Радио Свободы в Париже, которая в это время была в Москве, и закричала, ну, вот, замечательно, как я рада Сергею, вот, наконец, у меня будет свой человек в ПГБ. Я на меня посмотрел с ней огромным интересом. И тогда она мне ткнула газету. Я уже забыл, как она называлась. Ну, тогда это была очень популярная газета. Ну, где на первой полосе был большой интервью с Севастьяновым. Вот тогда назначен нам, значит, зампредседателя КГБ и председателем КГБ Москвы и Московской области. А где вот вы расспрашивали о том, что... А вот видели ли вы уже свое дело? Еще что-то такое. Как вы себя чувствуете в новой должности? Он там что-то такое отвечал. Потом сказал, что вот принято решение о создании комитета по контролю за КГБ. И по совету Елены Георгиевны Полнов председателем его будет Кригоринцы. Я позвонил Елене Георгиевне, спрашиваю, а что «Сейсон» значит? И вообще что-то такое. Он мне говорит, ну ты понимаешь, ну позвонил мне какой-то человек. Говорит, я Женя. Ну я говорю, ну здравствуйте. Вот я тоже физик. Вот вы помните, вот я вас где-то видел вместе с Андреем Дмитриевичем. Ну это недавно позвонил. С вчерашнего дня зампредседателя КГБ СССР Мы хотим создать комитет по контролю. И не согласились ли вы быть председателем этого комитета? Ну я ему сказал, что я женщина старая, что у меня масса других хлопот, и вообще я больна. Ну тогда он спросил, может быть вы кого-то порекомендуете? Я вообще ему назвала тебя, но я надеялся, что они тебя спросят хотя бы. Тогда я на свободе со мной отказались разговаривать, несмотря на все приятельские отношения. И тогда я поймал Бачана, по-моему, от «Голоса Америки». Ну и ему объяснил, что, конечно, сейчас все непонятно, но если КГБ станет аналогом ЦРУ, о чем тогда были разговоры, и будет заниматься только внешней разведкой, и ему будет запрещено заниматься делами российских граждан, то я ничего в этом не понимаю, никакого отношения к этому не имею, заниматься этим точно не могу. А если КГБ будет по-прежнему следить за всем населением Советского Союза и вообще сохранит все те же функции, что и раньше, то я вырос из возраста, когда люди считают себя сильнее и умнее всех или готовы быть для кого-то шермой, и я уверен, что я за такой организацией и за таким аппаратом следить точно не могу. И что ни в одном, ни в таком случае меня ни при коей погоде не обсталивает. Ну и после этого у меня несколько, туда был назначен Калугин, еще несколько человек, которых я знал, они несколько раз устраивали свои заседания и все пытались меня туда заточить, а так туда и не пришел, но замысел этот благополучно умер. Ну почему мы с вами заговорили? Я помню, как, по-моему, Бейкер очень радовался тому, что, как ему казалось, вот как бы уничтожается госсекретарь со временем что-то. А я ему тогда сказал, что я боюсь, что мы окажемся в состоянии гораздо более страшной, что, конечно, как бы это раковая опухоль, но тем не менее она была в какой-то одной части российского организма. А теперь мне сделали дырку и все это разольется по всему организму. И, в общем, на самом деле так оно и произошло. Но даже тогда, когда это еще было не так, если уже продолжать медицинские сравнения, то у этой раковой опухоли такое количество, чудовищное, метастаз, что вырезать ее в Россию, я думаю, что невозможно. Я думаю, что там детский сад вроде названия иммунследователей, чем занимаются мемориалы, еще что-нибудь такой вот этой, слава богу. Самая, ну, зараженность всей страны так чудовищно велика. На самом деле самую серьезную ошибку сделал, конечно, дурак, абсолютный гайдер. И смогу говорить, и это непростительная ошибка Сергея Адамовича, тогда Ковалева, когда они решили реорганизовать Демороссию, создали эту партию, как она тогда называлась. В общем, они решили, что это теперь правящая партия, и что им не нужна эта Демшиза, что им не нужны эти сумасшедшие со всей страны, которые были в Дем России, а им нужны воспитанные, образованные, подготовленные к управлению странами люди. И в результате они успешно собрали всех доверенных лиц. Они действительно выгнали этих несчастных сумасшедших, не сумасшедших, но, по крайней мере, людей точно измученных противостоянием, которое они посиловали нормальному человеку с этим гигантским советским монстром. И, конечно, это были не простые люди, не легкие люди, не лояльные, не всегда не умевшие в каких-то случаях себя вести, и не всегда подготовленные к каким-то государственным решениям, но, по крайней мере, это были люди ни в чем не замешанные. Это были люди, которые не издавали книги, не ездили за границу, и не получали квартиру с помощью КГБ. В Америке, или в 90-м, потом, когда Лех замечательно красиво говорил, что в Польше был голод, расстроена промышленность, или, как говорил, выступая на профсоюзном съезде, что я сам себе напоминаю утопленника, который, как и вся Польша, из последних сил барахтается в воде, все задыхаются, а ему все сочувствуют, аплодируют с берега, говорят о его героизме, но никто не протягивает руку. Он приехал в Америку за займами, за помощью, и, по-видимому, это получалось у него не очень удачно. Вот, и потом мы как-то с ним пару раз встречались, и были у него дома, когда уже занимались делами Чечни, трибуналом по Чечне, где, в общем... Ну, как вы знаете, поляки относились с большим сочувствием к чеченцам. Вы действительно хотите, чтобы я вам рассказал? Да. Ну, во-первых, тогда надо показать книжки, он уже все-таки изначитые дома. Вы что, их не видели? Ну, да. Вот. Ну, то, что делали мы, это, в общем, касалось по преимуществу первой войны, потому что мы точно понимали, что, если не предпринять какие-то серьезные шаги, это повторение войны неизбежно. И этого тоже никто вокруг не понимал. В том числе и правозащитники. Ну, вот. Ну, кроме того, мы создавали прецедент ответственности высших должностных лиц России за принятие преступных решений. Вы хотите услышать достаточно подробный рассказ о всех аспектах трибунала? В первой войне была не так велика, поскольку он играл очень малую роль тогда сравнительно. Ну, она была коммерческой. Роль Березовского достаточно велика с моей точки зрения в развязании как раз второй войне. И это достаточно характерно. Казалось бы, вот такой противник Путина разоблачает взрывы домов в Москве, в Рязани, которые как бы послужили катализаторами для развязывания войны. Но при этом, что мне очень не нравится, во-первых, во всех материалах, опубликованных Березовским с помощью Березовского, как правило, используются только материалы, собранные другими, новой газетой, корреспондентами НТВ. Березовский был в Кремле, и у него совсем не так мало личной информации. Но вот он никогда ничего не прибавил до того, что знает он. И кроме того, он всегда молчит, как и люди вокруг него, о рейде Басаева в Удгистан. Ну, во-первых, Басаев сам публично говорил, что получил от Березовского на этот рейд 3 миллиона долларов. Его именно в этом обвинял публично же Масхатов. И, конечно, рейд на Дагестан был не меньшей исходной точкой этой войны. Другое дело, что были там другие люди, скажем, я не могу забыть, как один полковник КГБ в Ставрополе мне жаловался, что с Тепашин война еще не началась, и никого рейда Басаева еще не было. Что с Тепашин, приехав в Дагестан, и показывая пример мирного диалога о непротивостоянии ваххабитам, по их просьбе именно в тех деревнях, где потом был Басаев, снабдил их якобы для строительства домов бетонным и металлом для строительства укреплений. И там несколько тысяч пакетов первой медицинской помощи. И подземные все эти укрепления, в которых потом две недели оборонялись Басаевы и его союзники, были как раз построены из этого бетона. Березовский был не один, но вот эти игры в то, что я помню, чего не помню, скажем, к сожалению, заставили меня очень холодно относиться к извинениям Литвиненко, который и в своей книге там просит прощения и рассказывает о том, как он за мной следил. И звонил мне из Лондона. И тоже все это повторял. Но при этом опять-таки, ну да, действительно, я видел, как за нами едут машины, и показал даже Марья Фёдне, что вот нас преследует в аэропорт. И да, действительно, так было. И как бы именно это как бы имеет в виду Литвиненко. Но только на самом деле это было... Вот теперь я уже возвращаюсь не столько к войне, сколько к трибуналу о Чечне. Это была крупная операция с множеством действующих лиц. вот направленная на захват нашего трибунала, в которой Литвиненко точно принимал участие. И все-таки он же не сержант, он был тогда уже подполковник, что ли. То есть он точно должен был понимать и знать все, что происходило и дальше, или планировалось. Но об этом он скромно молчал. А дальше там происходило следующее. Значит, когда был проведен круглый стол, на котором было принято решение о создании трибунала, оказалось, что решение это принято, это все очень хорошо и вот самое, но на самом деле никаких практических возможностей для этого нет. Более-менее напросился к нам человек по фамилии Таиров. Таир Таиров, которого я знал довольно плохо. Знал, что он юрист. Когда-то встречал, по-моему, в Финляндии на какой-то конференции. И недолго он издавал какую-то газету, которых тогда было очень много, где целую последнюю полосу отвел статьи обо мне под названием «Властность Горбачева и Григорианца», где ругал Горбачева и хвалил меня. Но, в общем, кто он такой был, мне очень понятно. Тем не менее, отказывать от моего участия в этом круглом столе основания не было. И тут он проявил очень большую активность и стремление нам помогать. Уже было известно более-менее, кто по моей просьбе готов быть членами трибунала. В средних был бывший премьер-министр Польши Альшевский. Был председатель и зампредседателя комитета по правам человека Европарламента Лоббетто и Конькоц. Был комитет независимых наблюдателей, который возглавлял клавус Пальма, брат Улафа Пальма. В общем, все было предварительно организовано, не было только, по сути дела, самая работа. Делать было некому, никаких даже копеек на это не было, ничего не было. Тайеров ввел меня в фонд, по-моему, Зайделя немецкий, где нас очень мило приняли. И было ощущение, что Тайеров поговорил с его руководителем Москвы заранее. Ну, тот сказал мне, ну, уже понимаете, что если мы будем поддерживать такие мероприятия, такие трибуналы, то нас выкинут из Москвы в тот же день. По тем временам это еще не было, кстати говоря, очевидно. Это был все-таки 95-й год. Ну, через месяц примерно пришло еще что-то такое. В общем, было сделано несколько покой, только все они были совершенно такие безрезультатные. И тогда Тайеров мне сказал, что вот с помощью фонда Пальмы в Швеции, это крупнейший фонд, такой полуправительственный, можем провести слушание в Стокгольме. Я не то что уже особенно и хотел этого, но все-таки это было хоть какое-то действие, все-таки это было хоть какое-то начало развертывание работы. Хотя понимал, что исходит это, в общем, от человека полузнакомого, тем не менее согласился. Еще и потому, что особенного выхода не было, фонд Пальмы оплатил дорогу человеком двенадцати, попросил нас привезти переводчиков. Оказалось, что дешевле все-таки все-таки русских переводчиков, чем братьев Швеции. После чего мы, значит, купили билеты в Стокгольм. Вот как раз по дороге в аэропорт, ну вот и была та самая слежка, которой пишет Литвиненко. Но дело в том, что когда мы туда приехали, несколько необычно выглядел таможенный контроль. Тогда еще досматривали багаж в Шереметьево, и обычно, ну там этих пунктов контроля пять или шесть, но обычно работал один-два, в котором выстраивалась двумя большая очередь. А тут у нас было человек двенадцать, значит, член оргкомитета трибунала, два переводчика, ну две переводчицы, Несколько человек, которые должны были выступить. Там Лепхан Базаева, председатель комитета чеченских женщин, Тутаков, которого в последний момент то ли арестовали, то ли как-то задержали якобы в Калуге. Я обратил внимание на то, что почему-то работали все вот эти пункты проверки багажа, благодаря чему все очень быстро прошли. Только в тех двух, в одном из которых проходил я, в другом мой помощник Андрей Парамонов, и слегка в соседнем, где проходил Лепхан Базаева, как-то все как-то вот не получалось, и с нами все было как-то очень медленно. Пока нам морочили голову, все остальные, не понимая ситуации, быстренько-быстренько прошли и паспортный контроль, и оказались там. У меня и у Андрея забрали буквально все, все письменные материалы, которые только у нас были. Письменные, печатные, все книги, все это самое. Вплоть до личного письма Елены Георгиевны Бонна, председателю шведского пен-клуба, который она меня попросила передать. Больше того, унесли наши паспорта. По-видимому, была психологическая такая разработка, и они считали, что в ответ на это, в общем, действительно совершенно противозаконное действие, я там начну возмущаться и откажусь ехать или еще что-то такое. Но я довольно больше всего сообразил, что именно этого они, Саша, очевидно добиваются. Он сказал, что, ну ладно, разбираться с кражей материала, изъятием материала мы будем, когда вернемся. Но пока почему его унесли паспорта? И никакой предлога как бы забирать у нас паспорта, в общем, не было. Пока приносили нам паспорта, я увидел, что уже вторично вытряхивают сумочку, стоящую рядом у Лепхан-Базаевой. И первый раз там не было ничего, как бы достойно их внимания. А второй раз, когда они начали его тряхивать, там появился патрон. Буквально у меня на глазах. А я сказал, что я видел, как этот патрон был положен тут. А дело в том, что в хранении боеприпасов совершенно все равно, что у тебя и сколько у тебя. И один патрон совершенно орален, вообще пулемет, бомбе, чему хотите. Сделать с ним, конечно, ничего нельзя, но все равно это хранение и провоз боеприпасов. Единственный разумный человек, который оказался из всех всего оргкомитета трибунала, был наш адвокат Татьяна Георгиевна Кузнецова. 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 Татьяна Георгиевна Кузнецова.